Новая неделя на рынке Соединенных Штатов обещает быть довольно горячей. Кроме ключевого события заседания Комитета по операциям на открытых рынках, трейдерам предстоит оценить большой пул данных о состоянии рынка труда. При этом понедельник может стать довольно спокойным днем. Выходные на части международных рынков и относительное затишье в корпоративном мире переносят фокус внимания на экономический календарь, где основное внимание будет уделено данным о деловой активности в США. Аналитики группы компании Инстафорекс уже собрали для вас главные новости к этому часу. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Благодаря хорошим корпоративным отчетам и данным по потребительским расходам, которые не принесли особого сюрприза рынку, ключевые индексы США еще в пятницу смогли завершить неделю ростом. К звонку о закрытии бирж промышленный индекс Dow Jones вырос на 272 пункта или 0,8%, NASDAQ за сессию смог прибавить 0,69%, а эталонный S&P500 возглавил рост, прибавив 0,83% и закрылся у значения 4169 пунктов. Предрыночные торги понедельника биржевые топы США провели довольно вяло, фьючерсы на индексы были разнонаправленными и фактически изменились мало. Индексы колебались между убытком 0,05% и прибавкой 0,08%. Учитывая, что данные о деловой активности в производственном секторе выйдут уже после звонка об открытии, рынок может получить дополнительный импульс движения позже. Что же касается прогнозного диапазона на сессию, то эксперты определяют для S&P500 границы на значениях 4110 и 4190 пунктов. Экономические данные в пятницу показали, что потребительские расходы в США не изменились в марте, в то время как базовое инфляционное давление оставалось довольно сильным. Годовой показатель, который предпочитает использовать ФРС в определении перспектив экономики, показал замедление инфляции с 4,7% до 4,6%, но не совпал с ожиданиями рынка, который прогнозировал замедление до 4,5%. Другие данные показали, что экономический рост США в первом квартале замедлился больше, чем ожидалось, а падение потребительского доверия в апреле усилило опасения по поводу рецессии. Кроме того, доходы физических лиц увеличились, тогда как расходы остались на уровне февраля. Неоднозначные экономические данные компенсировали сильные корпоративные доходы. Акции ExxonMobil выросли на 1,3% после достижения исторического максимума, поскольку нефтяная компания сообщила о рекордной прибыли в первом квартале благодаря росту добычи нефти газа. Акции производителя чипов Intel выросли на 4% после того, как компания заявила, что валовая прибыль улучшится во втором полугодии. Тем не менее, Amazon упала на 4%, что стало самым большим однодневным убытком с начала февраля, несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты. Ложкой дегтя стал прогноз замедления роста ее бизнеса в области облачных вычислений. После закрытия рынка акции First Republic упали на 49% до 1,77$ после сообщения о том, что региональный кредитор готовится к продаже активов. Также ФРС опубликовала резкую оценку своей неспособности выявить проблемы и добиться их исправления в банке Силиконовой долины. И пообещала более жесткий надзор и строгие правила для банков. Snapchat упал на 17% после того, как он предупредил, что результаты следующего квартала могут не соответствовать целям Wall Street. Акции Pinterest упали на 15,7% после того, как платформа спрогнозировала рост выручки во втором квартале ниже оценки. При этом S&P 500 вырос за неделю и зарегистрировал второй подряд ежемесячный прирост. Этому способствовали более высокие, чем ожидалось, доходы компаний с мегакапитализацией, включая Alphabet, Microsoft и Meta. За месяц S&P вырос на 1,5%, в то время как Dow прибавил 2,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник были приглушены, поскольку внимание инвесторов переключилось на заседание ФРС на этой неделе. До звонка о фокусе внимания рынка снова оказался банковский сектор. First Republic Bank закрылся, и регулирующие органы США согласились продать его активы JP Morgan. JP Morgan был одним из интересованных покупателей First Republic, который находился на грани краха с начала марта, когда рухнули Silicon Valley Bank и Signature Bank. JP Morgan купит большую часть активов банка, об этом стало известно сегодня, в понедельник. И банк заключил соглашение о распределении убытков с FDIC по кредитам на одну семью, жилые и коммерческие кредиты, которые он купил, но не будет брать корпоративный долг или привилегированные акции First Republic Bank. Сделка, заключенная после аукциона на выходных, допускает упорядоченный крах First Republic и избавляет регулирующие органы от необходимости страховать все депозиты, как они это сделали, когда два других банка обанкротились в прошлом месяце. Это также делает крупнейший банк США еще больше. Между тем акции First Republic упали на 38,5% на премаркете. При этом акции JP Morgan выросли на 4,6%. Что касается корпоративных доходов, то главным образом внимание рынка будет обращено к квартальному отчету Apple, который будет опубликован в четверг. Аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500 за первый квартал упадет на 1,9% по сравнению с годом ранее, вместо 5,1%, как прогнозировалось на начало апреля. Уже после звонка об открытии бирж будут проанализированы производственные данные Института управления поставками и S&P Global за апрель, а также расходы Министерства торговли на строительство за март. Поскольку многие рынки закрыты в связи с Международным днем труда, Институт управления поставками будет иметь ограниченную и, возможно, нервную аудиторию для своего апрельского индекса производственной активности. Мартовское ухудшение производственной активности США стало неприятным шоком для тех, кто надеялся, что экономика выдержит усиливающуюся инфляцию и самый быстрый за последние десятилетия цикл повышения ставок. Опрос экономистов дает прогноз производственного индекса АСМ на уровне 46,7 пункта, что свидетельствует о улучшении климата с мартовских 46,3 пункта, но все же ожидается, что индекс покажет шестой месяц подряд сокращение. Индекс никогда так долго не держался ниже отметки в 50 пунктов со времен финансового кризиса 2008 года. На самом деле, когда в начале апреля были опубликованы мартовские данные, Deutsche Bank отметил, что было только четыре случая, когда значение АСМ в производственной сфере было таким низким без рецессии в последующие 12-18 месяцев. Что касается валютного рынка, то в связи с праздничными выходными активность на нем сегодня ограничена. Индекс доллара внутри дня торговался разнонаправленно, но ближе к открытию американской сессии USDX развернулся в сторону снижения. Индекс торговался на 0,02% ниже, у значения – 101,7 пункта. Что касается прогнозного диапазона движения котировки индекса доллара, то ООН очечен в границах 101,5 и 101,9 пункта. Валюты в понедельник находились в подвешенном состоянии, так как праздничные дни в большей части Азии способствовали вялой торговле, в то время как трейдеры готовились к насыщенной неделе заседаний центральных банков. Ожидается, что Резервный банк Австралии продлит паузу в ставках во вторник, Федеральная резервная система повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в среду, а Европейский центральный банк может удивить повышением на полпункта в четверг. В отличие от ЕЦБ, где все еще сохраняется интрига в отношении шага повышения ставки на ближайшем заседании, от ФРС ждут скорее не сюрпризов, а прогнозов в отношении будущего денежно-кредитной политики. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ФРС просигнализирует о паузе в июне после повышения на четверть пункта в среду. Политики и рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно траектории ставок. Крупнейший центральный банк мира прогнозирует, что стоимость заимствований останется на текущем уровне до конца 2023 года. И инвесторы делают ставку на снижение после лета. Рынки фьючерсов показывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставки почти в 90%. Основное же внимание будет уделено пересмотру перспективных прогнозов Комитета по операциям на открытом рынке и заявлению Пауэлла. Что касается канадского доллара, то после довольно внушительного укрепления в пятницу новую неделю актив начинает под давлением. Итак, пара USDCAD внутри дня стабилизировалась вблизи значения 1,3560 и торговалась на 0,08% выше. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки отчетчен в границах 1,3520 и 1,3590. После роста в пятницу новую неделю, как и весь валютный рынок, луни начинает довольно спокойно. Шаткая позиция американского доллара могла бы помочь канадскому коллеге укрепиться, но в качестве ложки дегтя снова выступили тотально красные нефтяные котировки. Нефть упала в понедельник. Фьючерсы на Brent торговались на уровне 78,02 доллара за баррель, что на 1,6% ниже, а WTI потеряла порядка 2% и торговалась на уровне 75,30 доллара. В центре внимания оказались слабые экономические данные из Китая, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая снизился до 49,2 пункта с 51,9 марта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов, которая разделяет рост и сокращение активности в месячном исчислении. Показатель вернул на сцену опасения глобального замедления мировой экономики и снова поставил под сомнение спрос на нефть. Некоторую поддержку котировкам оказало добровольное сокращение добычи членами ОПЕК+, примерно на 1 160 000 баррелей в день, которая вступает в силу с мая месяца. А вот где сегодня торги были активными и однозначными, так это на рынке криптовалют. Открытие недели цифровые активы провели подавленно и глубоко в красной зоне. Что касается биткоина, то он снижался шагом от 2,6% и торговался вблизи значения в 28,5 тысяч долларов. Что касается топовых альткоинов, то они были абсолютно солидарны с монетой номер один. Эфир, Солана, Рипл и Лайткоин колебались между снижением на 0,15% и падением на 3,8%. Неделя центральных банков снижает аппетит к риску, и криптовалютные активы оказались в числе первых, кто этот пессимизм ощутил сполна. После довольно внушительного роста на отчетах гигантов технологий ожидание заседания ФРС привело криптовалютный рынок в довольно мрачное настроение. Рынок сегодня упал на 1,9%, а его общая капитализация упала до 1,230 млрд долларов за последние 24 часа. При этом внутренние новости преимущественно позитивные. В частности, стало известно, что Binance намерена вернуться на японский рынок после приобретения Sakura Trading Bitcoin. Ожидается, что после июня 2023 года CBC перезапустится под названием Binance Japan. Кроме того, результаты Tesla за первый квартал показывают, что она поддерживала постоянный баланс биткоина в течение первых трех месяцев 2023 года. Согласно заявлению компании, в первом квартале 2023 года у нее было такое же количество цифровых активов, как и в четвертом квартале 2022 года, а именно 184 млн долларов. Что касается технических перспектив биткоина на сессию, то, несмотря на падение, актив все еще находится внутри диапазона в 28 600 и 29 300. Если нижняя граница будет пройдена, то цифровое золото вполне может опуститься к высоте 27 900 и 27 500 долларов. Что касается ретеста уровня в 30 000, то пока такая перспектива выглядит очень сомнительной. Это был взгляд на открытие торговой недели в США от аналитиков группы компании Инстафорекс. Наша команда желает провести день успешно и завершить его с прибылью. Торгуйте легко и с Инстафорекс, и до новых встреч на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова